Музыка Ну, родился я здесь, в Бишкеке. Здесь закончил школу, здесь закончил университет национальный. Специальность у меня компьютерной информационной системы интернет. Перепробовал порядка десятка различных видов деятельности. Ну, в основном занимался я рекламой, маркетингом, продажами. Занимался я этим в разных сферах. Это был и консалтинг, это была и торговля товарами народного потребления, медицинскими препаратами. Хорошему продавцу, по сути, нет разницы, что продавать. Поэтому обычно принцип, что продавать, чем заниматься, был очень простой. Спрос определяет предложение. Поэтому, по сути, всегда я занимался тем, что смотрел, на что есть спрос на рынке, и старался предоставить предложение. Пришел к строительству, всегда хотелось какой-то большой игры. Всегда хотелось каких-то больших объемов. Всегда хотелось больших масштабов. Всегда хотелось влиять на большие пространства. Занимаясь, скажем, рекламой, занимаясь какими-то такими вещами, ну, ты всегда работаешь как бы с одним человеком. И объемы в этом бизнесе, как правило, они не столь большие, по крайней мере, на рынке Бишкека. Чего-то большего хотелось. И эту идею я прочел в книгах Роберта Киасаки, что именно недвижимость дает вот тот самый размах, тот самый объем, потому что это и продукт дорогой сам по себе. И когда его много, таким образом создается большой объем, большие финансовые потоки, влияние на большое количество людей, так как квартира, недвижимость, жилье, это, ну, практически чуть ли не основное, к чему стремится каждая семья. Спрос никогда не иссякнет на недвижимость. Города имеют тенденцию расти. И в любой стране всегда происходит такая внутренняя миграция, когда люди с регионов приезжают в столицу. Естественно, когда ты только прочитал о какой-то идее, когда ты для себя эту идею принял, сразу у тебя не рождается план детальный, как это все сделать и так далее. Пока у тебя есть только общее видение, что вот дом, вот как-то его нужно создать. Естественно, как его создать, ты понятия не имеешь. Ну, первое, что мне пришло на ум, как начать в этой сфере развиваться, это агентство недвижимости. И я пошел работать обычным риэлтором. Ну, оттуда уже начало складываться какое-то понимание того, что такое квартира, кто ее покупает. Ну, какие-то вот такие базовые вещи я почерпнул как раз из работы обычным риэлтором. Когда, опять же, начало складываться понимание законов спроса на этом рынке после работы риэлтором, уже тогда я начал смотреть в техническую сторону производства этой недвижимости. Теперь нужно понять, а как, собственно, вот этот вот дом произвести. Ну, и уже я начал окунаться в строительство, начал окунаться в юридическую часть. Я вот, в принципе, только, наверное, может быть сейчас начинаю понимать, почему девелопмент называют одними из самых сложных бизнесов в мире, в любой стране. Потому что девелопмент объединяет в себе и строительство, и архитектуру, и юриспруденцию, и финансы, маркетинг, рекламу, продажи. В общем, он объединяет в себе очень много сфер, и во всех сферах нужно разбираться. Занимаемся мы этим уже почти 4 года. Самое сложное это было то, что очень много сложных составляющих, и все было сложно. Вот это было, наверное, самым сложным, потому что ты смотришь в эту сторону, она очень сложная. Денег нету, да? Тут смотришь еще и в юридическую сторону. Это очень сложно, да? Там поменять, например, назначение земли, общаться с госорганами, с УМС, с архитектурой. Там у них это вообще очень все сложно, никакой однозначности. Закон у нас в отношении архитектуры, да и, я думаю, в отношении любой сферы, не работает так, что ты можешь судить по прецеденту. То есть раз вот здесь вот так сделали, это не значит, что и здесь можно так будет сделать. Поэтому вот эта вот непредсказуемость абсолютная, ты не понимаешь, то ли здесь получится так, то ли не получится. Ну, в городе мы сейчас строим два объекта, общей сложностью где-то порядка 15 тысяч квадратных метров. Был момент кризиса, когда жилье упало и в цене, и динамика спроса снизилась, и динамика покупательской способности пошла вниз. И как раз в этот момент мы и стартанули. Мы и стартанули именно в этот момент. Начали строить первый дом, и многие крутили пальцем у виска, типа, вы что, ребята, кризис на дворе, куча компаний закрывается, а вы тут решили стройку начать. Сейчас как-то все вот это вот, мне кажется, все-таки спал этот ажиотаж, что кризис, что ничего не идет на рынке, и как-то все это начало возобновляться. Ну, и на тот момент мы нашли решение, это жилье эконом-класса. Себестоимость жилья, она, в принципе, по городу плюс-минус одинаковая. Не идут в основном большие квадратуры. То есть, если квартира 100 квадратных метров, даже пусть она продается по 600 долларов, это 60 тысяч. Не у каждого найдется 60 тысяч долларов. А если сделать ее, скажем, 30 квадратов, то это по 600 долларов 18 тысяч. В принципе, сумма более-менее подъемная, тем более, если в рассрочку. Поэтому мы начали делать такое социальное эконом-класса жилье малой квадратуры. Стратегия, она оказалась удачной, успешной. В прошлом году мы начали строительство на Иссыкуле, пансионате «Радуга». Что повлияло на наш выбор? Во-первых, сам пансионат, пансионат «Центр отдыха «Радуга», который является одним из двух, наверное, трех топовых центров отдыха на Иссыкуле. Мы посмотрели, что, несмотря на кризис, в принципе, там всегда есть отдыхающие, причем цены там немаленькие. И пансионат практически всегда заполнен в сезон. Чтобы сделать что-то неизвестно известным, нужно сравнить это с уже чем-то раскрученным, с чем-то известным, поставить это рядом. «Радуга» так как уже сложившийся бренд, то есть нам не пришлось, скажем так, проходить долгий путь, делать дорогой маркетинг, чтобы показать людям, что такое наш комплекс. Если бы мы строили это на голом месте, то, конечно, это была бы, наверное, другая история. Это был бы другой маркетинг, более затратный. И в целом проект был бы более рискованным, более непредсказуемым, так как строить с нуля комплекс достаточно сложно. А здесь уже в «Радуге» есть своя сложившаяся инфраструктура, свой сложившийся социальный контингент. В «Радуге» мы строим порядка 15 тысяч квадратных метров в продаваемой площади, под ключ. Это семь корпусов, несколько коттеджей. И этот проект даже более успешен, чем проекты в городе. В принципе, все в городе, большинство строят по одной и той же технологии. Это монолитно-каркасная технология, это основа дома, железобетонные колонны, ригеля и перекрытия. То есть каркас дома выполняется в монолите. Монолит — это значит, что каркас из арматуры заливается бетоном единовременно. То есть ригеля с перекрытием заливаются одновременно. И это все соединяется с колоннами. То есть арматура завязывается в один единый механизм. И получается, что нет деталей, которые бы стыковались между собой, как-то закреплялись. Это все замоноличивается бетоном. И такая технология на сегодняшний день считается наиболее прогрессивной, наиболее сейсмостойкой. Скажем так, наименее затратной и наименее требующей какого-то оборудования, каких-то там заводских условий. То есть если при Союзе строили панельки, которые производились на заводе, и это должен был быть огромный завод с огромными производственными мощностями, но тогда все это было планово, все это было централизовано. И, конечно, тогда один только завод, может быть, имел площадь в 20 гектаров. То есть сейчас такой возможности нет, так как в городе более 100 строительных компаний, и все строят на местах. Из новых технологий что это? Разве что утеплители, это какие-то инженерные коммуникации, методы прокладки инженерных коммуникаций, лифты, системы умного дома, отделка, а по сути кости дома, это каркас и кирпич, он что 50 лет назад, что сейчас, в принципе, то же самое. Тема банальная, тема, которая набила оскомину уже у многих. Я часто это читаю в соцсетях, я часто это слышу по телевизору, такую проблему, как хаотичная застройка. Ну вот, условно, вот сейчас у нас здесь начинается строительство дома, кто-то недоволен, опять вот точечная застройка. Это, наверное, даже не хаотичная застройка, а точечная. А точечная, ну и хаотичная, это, в принципе, практически, можно сказать, одно и то же. Я думаю, все начинается с генплана и того, чтобы этот генплан соблюдался. То есть вот запроектировал архитектор, что вот здесь вот должен стоять ряд домов. Он здесь должен стоять, теоретически. И так было бы и удобнее, и комфортнее жителям, и комфортнее каким-то инженерным службам. Но вот здесь вот проблема, можно сказать, курицы и яйца, опять же. Это теоретически так, но как это сделать экономически? То есть у каждого, например, вот в пределах этого квартала, скажем, 12 домов. И у каждого дома есть свой хозяин. Вот как сделать так, чтобы... И здесь не так, чтобы вот строительная компания с этими тремя договорилась, а с этими девятью не договорилась. Поэтому они с этими тремя договорились, выкупили, ставят здесь дом. Что будет там, уже никто не знает. А там договорились они еще по-другому. Договорились не с тремя, а с двумя. Соответственно, дом будет уже других габаритов, другой этажности, так как существуют различные нормативы посадки. И вот отсюда происходит разнобой. А здесь вообще этот дом не захотел продавать, он остался между двумя высотками. И, в принципе, вот такая ситуация, она по всему городу наблюдается. Ну, здесь какая-то централизованная, наверное, госпрограмма должна быть. Как все-таки найти компромисс между интересами застройщика и интересами собственника, собственников вот этого вот ветхого жилья частного сектора. Это проблема центра, если говорить. Если говорить о проблеме, скажем, южной части и тех земель, где не было домов, то здесь я, вот как я увидел, проблема следующая. Пустые участки стоят очень дорого. Участки по зеленой книге. То есть это частное лицо берет в аренду у МС землю. И в свое время было роздано очень много участков частным лицам под строительством многоэтажных домов. Но эти участки становятся предметом спекуляции, предметом дальнейших торгов. То есть, естественно, человек, который получил этот участок, он и не собирался строиться. Он собирался этот участок дальше продать. И когда смотришь историю продажи этого участка, то там, как правило, несколько лиц этот участок из рук в руки переходил. Соответственно, удорожание происходило. Ну, в случае, например, с выданными пустыми участками, может быть, решение выглядит несколько радикальным. Но, я думаю, наша страна сейчас в таком положении, когда здесь только радикальные какие-то меры помогут. Здесь только, здесь, может быть, даже это будет не компромисс, а, наверное, это будет все-таки, может быть, даже решение большее, выгодное какой-то одной из сторон, в данном случае государству. То есть, сколько участков бы мы ни смотрели, все они были выданы 5, 10, 15 лет назад. И они до сих пор не осваиваются. И здесь можно, ну, как видение обывателя, может быть, издать, принять закон, что в случае неосвоения участка, оно возвращается в собственность государству. Можно было бы изъять кучу участков, которые стали предметом спекуляций, в результате чего цены на эти участки в несколько раз, во много раз выросли. Соответственно, выросла цена квадратного метра. Эти участки можно было бы изъять назад и выдавать уже строительным компаниям, непосредственно тем, кто собирается строить. Опять же, с обязательствами в случае неосвоения этого участка, какие-то штрафные санкции можно ввести. И так далее. Как это делается в Казахстане, у нас один проект есть в Казахстане. Там существует генплан застройки новой территории, скажем так, нового города или нового какого-то комплекса большого. Там объявляется конкурс, что вот на этом участке планируется возведение стольких-то домов. Ты участвуешь в этом конкурсе, ты вносишь какой-то депозит, какой-то процент от суммы этого проекта. Если ты не осваиваешь, этот депозит сгорает. Мы участвуем в одном таком проекте в Харгосе на казахско-китайской границе. Там вот такая ситуация. То есть, естественно, если у тебя нет намерений там строить, то, например, сумму там в 300-400 тысяч долларов ты просто так не положишь на депозит. Если говорить о центре, ну тут опять же в Казахстане тоже много как бы и скандалов было на тему того, что выселяют из частного дома, выкупают за копейки. Ну здесь, я думаю, там, наверное, придется сделать. Иначе мы будем иметь то, что имеем. Это опять же вот эта вот точечная хаотичная застройка. Тут во дворе у какой-то этажки оказывается частный дом. Вот я вижу только так. Ну в Казахстане так, по крайней мере, и в России приняли какую-то единую сетку выкупа. И государство по этой цене выкупало. Естественно, так как у государства бюджетных средств нету, в принципе, по этим ценам достаточно много строительных компаний готовы выкупить. Ну опять же, тут нужен контроль, чтобы, например, опять то же самое не получилось. Три дома выкупили, а три соседних нет. То есть как-то это квартально делать, например. Вот, например, если у человека дом 120 квадратных метров, мы ему готовы дать даже в отдельных местах в два раза больше, то есть 240 квадратных метров. Но ввиду того, что, опять же, цены спекулятивно задраны вверх, человек хочет в три раза больше. Он хочет не 240, он хочет 360. Потому что у многих сложилось видение, что сейчас строительная компания придет, мой дом выкупит, построит и станет тут обогатиться, станет миллионером. Ввиду этого очень многие собственники ветхого жилья требуют нереальные цены. А если они требуют нереальные цены, то, соответственно, цена квадратного метра возрастает во много раз, намного вернее, делает проект менее выгодным и не позволяет сделать комплексную застройку. Такой большой капитализации ни у одной строительной компании в Бишкеке нет, чтобы, скажем, по полмиллиона, там по 300 тысяч выкупать вот здесь 12 домов. Соответственно, это делает проект комплексной застройки нереальным. Поэтому строительная компания обходится теми средствами, которые у нее есть, выкупает один-два дома, ставит один дом. Ну, и все, пожалуй. Соответственно, следующий дом теряет свою цену. Почему? Потому что между многоэтажным домом и следующим многоэтажным домом должен быть определенный разрыв, там примерно 20-25 метров. Соответственно, следующий дом по обеим сторонам теряет свою цену, так как его уже никто не выкупит, потому что там ты ничего не построишь. Получается, что у нас многоэтажка, частный дом, многоэтажка, частный дом. Конечно, хотелось бы развиваться в сторону комплексной застройки. У нас такой опыт есть, вот, например, на территории Радуга территория 2,5 гектара застройки. А если еще брать с хозчастью, где общежитие, склады, то это 5,5 гектаров. То это уже можно назвать комплексной застройкой. То есть, там много задач по инженерным сетям. То это, в принципе, уже комплексная застройка. 5,5 гектаров. И здесь, конечно, ну, скажем так, что мы на одноподъездный дом делаем все эти инженерные коммуникации. Что мы делаем это на один большой комплекс. В принципе, можно сказать, что объем работы почти одинаковый. По юридической и по документальной части это объем практически одинаковый. Ну, соответственно, выхлоп больше с комплексной застройки. Плюс это позволяет соблюдать какой-то единый архитектурный стиль. Это позволяет, ну, это и для жителей данного комплекса удобнее. То есть, например, мы в центре ставим бассейн, мы делаем там тренажерный зал, какую-то спа-зону. И это все рассчитано на 7 корпусов. То есть, это какая-то инфраструктура для жителей. Это, конечно, удобнее всем. Ну, и чем, например, вести 10 объектов в разных точках города? Конечно, лучше вести один комплексный проект. Любая комплексная застройка, любой жилой комплекс, ну, комплекс, я имею в виду, там, несколько домов, он подразумевает, конечно, какие-то объекты соцкультбыта, какие-то садики, школу. Ну, должен, по крайней мере, подразумевать. И чем больше территория, чем больше квадратных метров, соответственно, тем больше площадь этих объектов соцкультбыта. И, с одной стороны, может показаться, что да, это невыгодно строить, да, там, построишь ты, например, садик. Но здесь, с точки зрения строительства, это невыгодно. С точки зрения маркетинга, это может быть выгодно, так как это повышает привлекательность для покупателей квартир. То, что у тебя будет рядом садик. Это, скажем так, издержки на инфраструктуру, но это необходимые издержки. И если ты строишь, например, 10 девятиэтажных домов, то один садик, небольшой пусть это будет садик, в принципе, он на квадратный метр себестоимости не так дорого и ляжет. В любой местности есть какой-то знаковый проект. Это как центр притяжения или центр этой, скажем, области, да, вот, например, построили там какой-то проект, да, и все вращается вокруг этого проекта. Там и земля сразу начинает дорожать. То есть это какой-то, ну, брендовый, что ли, проект, можно сказать. Конечно, хотелось бы что-то подобное построить. Хотелось бы, конечно, построить что-то комплексное. Вот мы много ездим, даже по той же России, по тому же Казахстану. Там есть хорошие комплексные проекты. И, конечно, на них смотришь, и, ну, как бы зависть берет, да, что там такие грандиозные проекты строятся. Хотелось бы, конечно, это сделать здесь. Субтитры создавал DimaTorzok